Для настройки анимационного эффекта при переходе вам нужны готовые коды различных анимаций. У вас под видео будет ссылка на инструкцию, где вы сможете взять коды этих анимационных эффектов, просто куда-нибудь сохранить это все дело к себе. И давайте перейдем уже к настройке анимационных эффектов. Для создания анимационных эффектов нужно в папке ресурсы, встать на папку ресурсы, правая кнопка мыши, new, директория, папку нужно назвать, допустим, anim, enter, ну и давайте, наверное, первый файл, а, теперь нужно создать 4, создать файлы с анимационными эффектами, мы становимся на папку animations, правая кнопка мыши, и создаем первый файл, выбираем анимационных ресурс файл, назовем его, допустим, слайд лефт, у нас будет два эффекта, слайд лефт и слайд райт, окей, и также давайте слайд, откроем, и слайд райт, это я для примера вам хочу показать, просто, давайте слайд лефт скопируем нужный код, я копирую с кода слайд, я копирую с кода слайд лефт полностью, и со слайд райт также копируем все это дело, теперь давайте в навграф возвращаемся, и хочу вам, вас обратить внимание вот на эту область animations, антр animations, это анимация, которая запускается при входе во фрагмент, то есть когда во фрагмент происходит переход, в точке входа в новый фрагмент срабатывает эта анимация, exit animations, это анимация выхода, то есть когда мы переходим из первого фрагмента, срабатывает эта анимация, Pop Enter Animations Это когда мы возвращаемся в предыдущий фрагмент Срабатывает анимация То есть например при клике по кнопке возврата То есть при клике по кнопке назад А Pop Exit Animations Это когда при возврате на предыдущий фрагмент При выходе из текущего фрагмента Срабатывает вот эта анимация Pop Exit Animations Давайте проэкспериментируем Давайте кликнем вот рядом Точка есть Как бы вот эта область с основной областью Кликаем по ней И давайте при входе пусть Slide in left будет ок Здесь будет Slide in right Вы можете много эффектов делать справа По точке По маленькому Это типа вроде свеча Что-то такое Горизонтальный может Вертикальный квадрат Можно назвать Итак смотрите Мы поподсоединяли анимационные эффекты И теперь у нас готова вся анимация Мы можем запустить с вами мобильное приложение Запускаем Да единственное чем я не продумал Здесь идет длительность анимации 5 секунд Давайте поставим 2 секунды Но это миллисекунды 2 секунды Это 2005 секунд И на втором эффекте То же самое Но иначе это будет очень долго происходить Но для того чтобы вы посмотрели анимацию Я покажу Я сделаю нормальную И смотрите мы кликаем по кнопке И происходит смена при анимационном эффекте Все плавно Но единственное скорее всего Для выхода не нужно указывать никакую анимацию Давайте сейчас переделаем Давайте exit animation Очистку делаем И pop exit animations Также очистку делаем Все отлично Теперь собираем проект Итак мы кликаем по кнопке И посмотрите С небольшим ожиданием В их Совершается Эта анимация Да Как видите все работает Плавно хорошо Но немножко медленно Давайте попробуем Где мы миллисекунды ставили И поставить 0 Давайте все таки поставим 1 секунду В принципе это немного Итак смотрите Я все таки поставил по полсекундке Потому что смотрите Вход будет полсекунды Выход будет Вход в новый Выход со старого фрагмента полсекунды И вход в новый фрагмент полсекунды То есть за секунду Это нормальная реализация В принципе если вы хотите Чтобы вообще реактивно все работало Ну то можете вместо 500 200 будет поставить И будет все хорошо работать Компилируемся Ну тут то есть смотрите Если хотите прям моментальное Может вам анимация не нужна Хотя моментальное Можно и достичь И при с анимацией Допустим по 200 поставить Да и все Итак смотрите Мы кликаем по кнопке И происходит довольно таки Быстрая анимация Если хотите еще быстрее То 200 ставьте И все Теперь я вам хочу еще рассказать Кое-что про анимацию Смотрите там где у нас был Ну вот здесь навграф Идеальное сочетание анимации Я думаю следующего Я думаю следующего будет Значит вход должен быть В виде слайда возможно Можно снизу откуда-то вылетать Да А выход должен С эффектом знаете таком Исчезновения И мерцания Происходить В общем на вам нужно Перебрать различные Анимационные эффекты И поэкспериментировать И выбрать для себя Идеальный вариант Я не слишком часто Эту анимацию При переходе Использую Я люблю Использовать другие виды Анимации Которые мы будем Рассматривать еще В рамках этого курса Потому что Это специальный фреймворк Который позволяет Настраивать анимацию Не ко всему Активити Или фрагменту Не ко всему экрану А конкретным элементам И это выглядит Более эффектно И она намного проще Настраивается В общем об этом Вы еще узнаете Но если вы хотите Выбрать для себя Идеальную информацию При смене окон То при смене экранов То поэкспериментируйте С этой анимацией И выберите для себя Идеальный вариант В этом блоке Мы с вами изучили Во-первых основы С которой он стоит С которыми С которых стоит стартовать При изучении Андроид разработки И мы изучили Две темы Которые преподают И то не всегда Но уже На довольно таки Серьезном уровне Уже экспертом с опытом Мы изучили Дата бандинг И изучили Андроид архитектур Компонент В следующем блоке Мы с вами изучим Основы Языка программирования Котлин Быстренько пройдемся Вы узнаете все Про объектно-ориентированное Программирование Я для вас подготовлю Специальный фильм Вы его посмотрите И вам станет все понятно И так же В следующем блоке Мы познакомимся С вами со стандартными Элементами приложения Со стандартными Элементами приложения Такими как Кнопка Текстовое поле Радио Кнопки Чекбоксы Вот все вот это И так же Вы Вы Детально Узнаете Что такое Атрибуты Виджетов Мобильного приложения То есть его элементов Какие Стандартные методы Бывают И Уже сможете Полноценно Использовать Виджеты В вашем Мобильном приложении До встречи В следующем блоке Через неделю Продолжение следует